Всем привет, ребята, всем доброе утро! Знаете, что я вспомню? Сейчас 2020 год, а я помню, что в каком-то там году, именно на 2020 год я себе писала письмо в будущее на каком-то там сайте. Это было очень популярно, напиши себе типа письмо в будущее. И вот думаю, интересно, а куда оно должно прийти? Но по идее в этом году, в течение этого года, это письмо с прошлого должно прийти. Так что будет интересно его почитать, да, Зай? Да, я такого не знал, доброе утро. А мы с тобой тогда еще не встретились, у меня было лет 13, когда я писала себе это письмо в 2020 год. Да, Зайка, доброе утро! Приветики! У Даны только началось прям такое уже полноценное доброе утро, потому что он утром просыпается в 9 и буквально через полчаса, через час засыпает. Он кушает, мы его там протираем, умываем, делаем все его процедуры. И как бы после этого он кушает и засыпает. И вот просыпается в 12, в пол первого, где-то так. Да? Сейчас уже, наверное, час, как он проснулся. Да, сейчас 12.57, он только проснулся. Поэтому мы сейчас планируем пойти гулять, потому что мы пытаемся все выбраться каждый день, но никак не выбираемся, уже потом дождь. Как бы 50% того, что в 2 часа дня будет дождь. То есть у нас есть всего час. Не верю. Андрюша тоже вчера не верил. У нас всего есть час. Поэтому мы посмотрим. Сейчас пойдем куда-то, скорее всего. А может и никуда не пойдем. Да, Дан? Ну, мы пойдем, наверное, не с коляской, да? Можно не с коляской. А пойдем просто с переноской? Да. Будем переноски сидеть. Все, мы поспали. В принципе, мы должны час гулять еще, да? Час-полтора бодрствовать. Я вот думаю, зачем мы чай сделали? Пошли? Пошли. Я тебя поймала за поеданием шоколадки. Это за прифинок? Он в нафой семье кормящих, да? Да, Дан? 7 в третье. Мы с вами уже здоровались. Мы, короче, все-таки выбрались. Уже на часах. Тут нет времени. А время у меня в кармане. Мы идем в кармане. Сзади идет туча, а мы идем гулять, понимаете? Она нас не догонит. Сто процентов. Мы по-любому не намокнем. И дождь на нас не попадет. Да, Зай? Да. А идем мы далеко и подальше. И в любом случае домой возвращаться будет долго. Вот. Но дождь нас не застанет, потому что мы от него уходим. Мы просто будем без остановочного идти вперед. А он будет в дизайнальницу. Так что догонит. Сейчас я гляну, который там час. Ну, парит реально дождь канала дождь. 14.26, то есть 2.26. Обещали дождь в 2 часа дня. Но его, к сожалению, нету. А только солнце. Все тучи, большие черные, приблизились еще больше. А парит, наверное, как вчера. Вчера была парилка, а потом дождь. Да, а и кайф после дождя такой был. Я вам вчера рассказывал. У нас коляска закрывается просто на максимум. И если что, то типа ладно, мы намокнем. У нас зонтик на троих. Да, на колясках. Поэтому, в принципе, мы надеемся на то, что мы будем не самыми мокрыми в итоге. Ну, это они так думают. Я-то знаю, что мы не намокнем. Вот. Идем. У меня уже рука болит вас держать. Вы вроде такие маленькие, а вот такие тяжелые. А ну, посмотри на все. У тебя рука от камеры болит, да? Да. А ну-ка, покажи, как он пришел от меня. Ну, у меня она на весу, понимаешь? Ты же его так не держишь. А, у меня не на весу, да? У меня он, это, как-то... Где-то в другом месте, да? Ну, конечно. Не сравнивай. Вот. Прошли мы, короче, 500 метров. Возвращаемся обратно. Такие вот тучи. Вроде как идут на нас. Сейчас у нас 2,40. Ай-ё. Ты же показал, как длина. Да, я же показал. Ребята, смотрите, какой град пошел. Дождяра прям мощный. Как все несет. Сейчас, не видно, наверное. Попробую выйти. Вот такие вот кубы. Не кубы, шары. А это такой среди статистический. Вот. Поэтому такие вот делишки. И так уже минут 20-30. Да, ну весело? А мне очень нравится твоя песня. Она у меня просто... Ребята, послушайте. Вот такая вот веселая песня. А у меня она уже вот здесь вот просто сидит. Вот здесь. Я ее слышу. Просто она у меня эхом отдается. Да, на тебе что? Котя. Что тебе? Нравится песня его? Да? Вон там, вон там, вон там, вон ее нужно прихлопнуть. Вон там, вон там, вон там, вон ее нужно прихлопнуть. Ну что, мы, Дана, уже давно, как 4 дня перевели вот эту вот большую ванную. Для удобства своего же. Снимаем двери. Это очень легко делается, да? Для того, чтобы шире здесь было пространство, к нему добраться. Так, ванная готова. Сейчас спросим у человека, готов ли он купаться. Ну, он там зайца нашел у себя. Пап, послушайте. Да. Какой зайц? Дан, зайка. Ты готов купаться? Пойдем, сыночек. Аку. Сыночек, пойдем купаться. Давай, нажимай. Что там смешно? Очень смешно. Сына, пойдем купаться? Нет, нет, нет. Этот зайка, он там, оказывается, давно сидит. Когда есть эта штука, вообще никто не нужен. Ни мама, ни папа. Еще и заяц там оказался. Да? Ну что, ребят, мы уже все помылись, уже дам, помылся, уже он давно спит. И мы тоже будем идти сейчас ложиться спать. Ну, как спать? Я еще должна смонтировать лоб, потому что я дем не смонтировала. Поэтому сейчас пойду этим заниматься. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы вас любим очень-очень. Да, зайка. Спасибо. Спокойной ночи.